За границей времени Дервиши поджидало пятеро подростков. Они получили право посетить его земной урок информатики. Эти чернобыльские дети усопли в первые годы после аварии на ЧАЭС, и их желание побывать на уроках у Мики, скорее уже только последняя блажь безвременно усопших. Кто же из нас в чем бы то ни было в прежде своем не блажил, вот и они блажили в том, в чем школьная информатика так и не стала частью их жизни. Первое, что обнаружилось во времени, это тротуар. На нем, сразу возле ларька начиналась земная реальность. Тротуар уводил под мост, в густую тень ощущение воспоминаний чего-то знакомого, но до времени уже забытого напрочь. За чертой межпространственной светотени, в трещинах проступившей реальности был расчерченный жесткой поволокой ночи асфальт. Ноги пришедших запутались в окаменевшей здешней траве, сквозь которую стали проступать менее черные, почти серые тени прибывших из небытья. Но перспектива времени все еще была смазана, и за ней возникшие тени и скрывавшиеся за ними пришлые нашельцы были еще и реальны. По сторонам возникало нестойкое плетево линий, перелитые в контуры зеленоватого ртутного света в двух шагах или в двух парсеках от времени бытия. Перспектива по-прежнему была смазана. Что-то знакомое уже приходилось ощущать тем, кто пришел, то ли тем, кто уже уходил этой дорогой ранее. Стоп, об этом Дервиш уже однажды писал. Но тогда его не услышали, и он сел клепать нечто более живенькое и жизнеутверждающее. Но сейчас же просто, чуть ли не сиюминутно безобразно хотелось жрать. И это был уже армейский гараж в мире, где строили аэродромные капониры вчерашнего гребанного отечества. И вот сейчас два диспетчера, собранного со всей армии полуздохшего гужевого ЗИС мобильного транспорта следили за огромной трехкилограммовой никелевой банкой консервов, которая почему-то катилась им прямо под ноги. Мешкать было нельзя. В руки шла банка тушенки, которая просто так долго под ногами валиться не будет. И Володька Гудимов огромными ручищами вчерашнего ракетного конструктора, сосланного на капонирное строительство аэродрома в сводной Ивано-Франкоский десантный авиаполк, решительно подгреб ее на себя. МИГ-21 и МИ-6 и ничто. Тушенка все. Тогда как в стройотряде авиационной армии Прикарпатского краснознаменного военного округа рядовым организмом в чем-то явно проштрафившихся, внезапно пофартило. Банку весом в три килограмма бойцам-молодцам можно было даже столовыми ложками смаковать едва ли не вечность, если б только это были мясные консервы. Но судьба распорядилась иначе. И на всю подсобку временной диспетчерской армейского гаража прозвучал вой. После отыскания неучтенного никем штык-ножа и вскрытия трофейной банки, друзья обнаружили, что их предали, в банке оказался капустно-морковный фарш, приправленный томатным борщовым соусом. И все. Это содержимое требовалось хоть как-нибудь проварить, уподобив овощному рагу. Сразу нашлись и соль, и кому-то присланный небольшой шмат копченого украинского сала, так как к опростоволосившимся диспетчерам присоединилась еще парочка шоферюк, украинец да горный еврей, лакец, у которого в подбрюше оказалась синяя медицинская грелка с чачей. В стройотряде многие категории военнослужащих были функционально более раскованными, чем того требовала тогдашняя воинская дисциплина. Вот и дошли эти четверо только на вечернюю полковую поверку. Рагу и чача оказались знатными и развязали всем языки. Длинновязый Володько Гудимом безыскусно рассказал своему курчавому армейскому корышу, что работал он прежде в закрытом ракетном центре в Дубно, где был центр по изучению инопланетных объектов, регулярно падавших с орбит не всегда в виде перегоревших окатышей. Как-то с французской Сахары был привезен осколок сошедшего с земной орбиты очень древнего инопланетного зонда. Рассчитывать его траекторию падения и иные секретные параметры поручили молодому аспиранту, и тот выдал результаты и по химии, и по баллистике, и по астрофизике. Пять генералов пришли подставить свои подписи под готовым отчетом. Места для подписи Владимира Гудимова не оказалось, и тогда он скрыл часть параметров, тем просто обесценив отчет, за что и угодил в авиастройбот на полтора долгих года. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!